Высшая награда региона легендарному ученому. Вспоминаем Оскара Койфмана. Текстиль поставки хлопка и не только. Результат переговоров главы региона в Узбекистане. Исправление недостатков. Актуальные технологии ивановских ученых для эффективности лекарств. Проверка, которую не ждали. Ростехнадзор нашел десятки нарушений на Ивановском бройлере. Федералы намерены закрыть предприятие. Освоение миллиарда. Очистные сооружения в ротниках приводят в порядок. Ремонта не было четверть века. Мировая с соседями. Текстильщик скорее приобрел лачко, чем потерял два в важнейшем матче с лидером. Губернатор Станислав Искресенский предложил областной думе присвоить Оскару Койфману звание почетный гражданин Ивановской области посмертно. Это высшая награда нашего региона. Вопрос рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Оскар Койфман долгие годы был преподавателем, ректором, президентом Ивановского химтеха, академиком Российской академии наук. Был избран действительным членом РАН по специальности химической науки. Всю свою жизнь посвятил исследованиям макро-гетероциклических соединений, разрабатывал препараты для лечения и диагностики онкологии. Организатор и участник международных конференций, автор сотен научных публикаций и почти двух десятков монографий. Ростехнадзор требует закрыть Ивановский бройлер. Федеральная служба с помощью автоматизированной информационной системы установила, что предприятие эксплуатирует опасные производственные объекты, систему теплоснабжения, производство кормов, холодильную установку, гараж, без заключения экспертизы промышленной безопасности. На основании этих данных была проведена внеплановая проверка, в результате которой выявлено 31 нарушение. В частности, установлено, что конкурсный управляющий не прошел аттестацию в области промышленной безопасности. Идентификация объекта третьего класса опасности проведена неправильно и не в полном объеме. Машинное отделение не оснащено системой контроля загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака. В отношении Ивановского бройлера составлены протокол об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд. Ивановский институт химии растворов нашел способ повышения эффективности лекарства от депрессии и эпилепсии. Дело в том, что один из главных недостатков подобных препаратов – их плохая растворимость в воде. Многие лекарства плохо проникают через биологические барьеры организма человека. Приходится усиливать концентрацию, что часто приводит к побочным эффектам. Нашим же ученым удалось в 7 раз повысить растворимость лекарственного препарата – карбамазепина – путем добавления двух разных вспомогательных веществ. Пока работа проводилась только ин витро, в пробирке. Далее необходимо проведение доклинических и клинических исследований. В настоящее время этот препарат является востребованным прежде всего в психиатрии, а также у пациентов нервологического профиля. С начала года сертификаты на материнский капитал получило более 1200 жительниц Ивановской области. Кстати, теперь мамам не нужно обращаться в социальный фонд. Сертификат автоматически приходит в личный кабинет после регистрации ребенка в ЗАГСе. Всего за 17 лет действия программы поддержки семей с детьми в нашем регионе сертификаты получили 83 тысячи человек. Потратили средства частично или полностью более 90 процентов. В основном на улучшение жилищных условий. 66 тысяч семей направили на это более 25 миллиардов рублей. Второе по популярности направление – образование детей. Ну а на свою будущую пенсию маткапитал потратила всего 87 мам. Также жители региона активно пользуются возможностью оформить ежемесячную выплату на ребенка до трех лет. На сегодняшний день ее получают почти 2500 родителей. Размер материнского капитала, в том числе и остаток после частичного использования, ежегодно индексируется. Сейчас за первого ребенка полагается 630 тысяч рублей, за второго – 833 тысячи рублей. Сразу после рождения малыша можно направить маткапитал на погашение ипотеки, на оплату присмотра и ухода в дошкольном учреждении любого ребенка в семье, а также на получение ежемесячной выплаты. Президент России Владимир Путин с двудневным государственным визитом посетил Узбекистан. В составе делегации был губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. С премьером Узбекистана особое внимание уделили легкой промышленности, а также сфере высшего образования и научных исследований. Кроме того, подписали соглашение между правительством Ивановской области и Ассоциацией предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана. Станислав Воскресенский выступил на первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, где рассказал о двустороннем сотрудничестве в экономической, образовательной и гуманитарных сферах. Основа наших экономических отношений с Республикой Узбекистан – это, безусловно, легкая промышленность. Наш регион является сердцем легкой промышленности России. По итогам первых месяцев 2024 года на наших предприятиях выпущено 95% всей российской медицинской марли, 83% всего российского постельного белья, 79% трикотажных полотен и 77% хлопчат бумажных тканей. Осваиваемые новые технологии. В 2023 году первыми в России начали производить высокотехнологичные мембранные ткани. А с 2021 года наши предприниматели держат лидерство в новой онлайн-экономике, в электронной коммерции. Наш регион – третий после Москвы и Санкт-Петербурга по объемам продаж на российских маркетплейсах. По итогам 2023 года объем таких продаж превысил, кстати, 100 миллиардов рублей. В 2018 году было подписано соглашение правительства Ивановской области «Сус-Текстиль Прому», о сотрудничестве в легкой промышленности, в том числе о кооперационных проектах и об обеспечении гарантированных поставок предприятиям нашего региона хлопчатой бумажной пряжи. Результаты есть, я хотел о них рассказать. В 2019 году наши предприятия закупили в Узбекистане 54 тысячи тонн пряжи, в 2023 году уже 82 тысячи тонн. Поставки растут, все обязательства исполняются. В связи с чем я хотел бы поблагодарить узбекскую сторону за плодотворное сотрудничество. Есть примеры и успешных инвестиций предприятий нашего региона в производство пряжи на территории Узбекистана, в частности предприятия в Ташкенте, в Намангане и в Харизовской области. Сегодня мы провели обстоятельные переговоры и заключили с «Сус-Текстиль Пром» новое соглашение. Наряду с поставками пряжи речь идет о совместной кооперации в легкой промышленности с выходом на экспорт на рынки третьих стран. Что имеется в виду? Сегодня в Российской Федерации, в Ивановской области, безусловно, рекордно низкая безработица. При этом, нагрузка на предприятиях серьезная. У нас уверенно растет производство текстильных изделий. Индекс производства за три месяца составил 114%. Он рос и в предыдущие периоды. Кроме того, с уходом западных брендов открылись огромные возможности для наших предпринимателей создать собственные бренды. Поэтому наши предприятия заинтересованы в том, чтобы привлекать в свои кооперационные цепочки предприятия из Узбекистана, которые готовы размещать заказы с последующей продажей как в России, так и в других странах. Уверена, с коллегами из УЗ «Текстильпрома», учитывая опыт нашей совместной работы, это будут успешные проекты на благо двух наших стран. Скажу и об образовании. Об этом сегодня много говорилось. За последние пять лет Узбекистан входит в тройку стран по наибольшему притоку иностранных студентов в наши вузы. Реализуются две совместные программы с вузами Узбекистана, а всего между ивановскими и узбекскими вузами подписано 12 соглашений о сотрудничестве. Вчера на встрече с председателем правительства республики Узбекистан говорили о расширении нашего сотрудничества в сфере высшего образования. Речь идет прежде всего о сфере энергетики, где у нас один из лидирующих вузов страны химии и медицины. Тем более, что в соответствии с решением президента России Иванова один из регионов страны, где появится межвузовский кампус мирового уровня. С удовольствием готовы будем принять студентов и из Узбекистана. А в заключение хотел сказать, что нас связывают не только экономические, образовательные связи, но и очень человеческие истории, по-настоящему человеческие. Вот недавно мы в стране праздновали 79-ю годовщину Великой Победы, Великой Отечественной войне. Вот у нас есть традиция в городе Иваново, главный памятник города, герои фронта и тыла. Мы собираемся, чтим память погибших, проводим парад победы. Так вот этот памятник создан ташкентскими мастерами. В 1987 году статуи солдата и текстильщиц были созданы и подарены городу Иваново ташкентскими мастерами, а именно Ташкентским комбинатом художественного литья. Точно так же, как и помнят у нас, что в 1966 году, в связи с известными событиями в Ташкенте, и ивановские строители одними из первых прибыли в Ташкент оказать помощь пострадавшим в ходе землетрясения. И вот когда такой фундамент, именно человеческие отношения между нашими народами, я считаю, что, Владимир Владимирович, вы сказали, что наше дело благородное. Я уверен, что успех благородного дела не за горами. В Родниках продолжается реконструкция биологических очистных сооружений. Объект построен 60 лет назад. Последняя реконструкция проводилась в 1980 году. Сейчас задача – осуществлять выпуск полностью очищенной воды, чтобы не допускать загрязнения окружающей среды. Стоимость проекта – 1 миллиард рублей, и фактически в существующих резервуарах возводятся новые стены. Уже капитально отремонтированы и запущены в работу два первичных отстойника и три круглых вторичных отстойника. Готовится к запуску еще один вторичный, квадратный отстойник. Параллельно с этим прокладывается новая иловая линия. Кроме этого, в планах ремонта регенератора одного аэротенка вместе с подводящими-отводящими лотками. Ремонт здания, механических решеток, подготовка к ремонту усреднителей. Параллельно ведется замена всех лотков и лотковых каналов. Дважды в месяц на объекте проводится отбор проб с точной воды для анализа качества. Для этих целей закуплено новое оборудование. Также ведется строительство дополнительного блока очистных сооружений. Ново-Талец, садовое товарищество «ЩИТ». Там был подъезд к участку много лет. Администрация продала землю. Подъезда не стало. Обратились в администрацию. Власти дали официальный ответ, что подъезда теперь нет. А ведь там был пожарный пруд. Теперь и к нему не подъехать. У меня есть полный тезка. Даже наши даты рождения совпадают. Из-за него с меня деньги с карты списали. Но я разобрался. Внесли его в базу двойников. Сейчас другая проблема. Мой тезка сидел в тюрьме. А получилось так, что мне в трудовой написали, что сидел я. А сам я в Кинишме живу. Город Иваново. Улица 2-я Чапаева. Дом 88-А. У нас до сих пор не выключили отопление. Управляющая компания отказалась от нас. На валиваторе они повесили кодовый замок. А код не дают. У нас была управляющая компания «Жилищник». Теперь нас передали в «Народную». А там сказали «Нет у нас вас. Нам своих хватает». В теплосетях сказали ломать замок. В горжилой инспекции ответили, что мы относимся к городу. Со 2 февраля мне не выдают подгузники. Постоянно задерживают. А сейчас мне говорят, мы недавно получали. А потом могут выдать снова то, что положено. А то, что должны были выдать, но не выдали, не дают. Обнуляют все. А мне приходится у других инвалидов в долг брать подгузники. Город Иваново, улица Пальхская, дом 13. Дети кидают пакеты с водой на прохожих. Как найти управу на хулиганскую молодежь? А если бы на этом месте был твой родитель, бабушка, дедушка, мама, папа? Местечко лесное, улица Строкинская. Я с августа прошлого года звонил в горсовет каждую неделю. У нас не горят лампы у домов номер 26 и 38. Они принимают заявку, и на этом обратная связь прерывается. Устав от моей назойливости, стали слать меня к подрядчикам, которые занимались монтажом. Они, в свою очередь, шлют меня в администрацию. Мол, дадут отмашку, поменяем. Написал товарищам в Улановскую городскую администрацию. Тоже нет реакции. Круговерьте. Это был ключевой матч для текстильщика, а для Костромы скорее проходная игра. Хозяева поля давно решили все свои задачи на сезон, и Спартак сегодня, безусловно, и фаворит серебряной группы 2-го дивизиона. Классический случай, когда одни не очень-то и хотели, а другие просто не смогли. В Караваево получилась вялая игра, без особых голевых моментов. Конечно, у каждого были возможности открыть счет, но не сложилось. Судья добавил почти 10 минут к основному времени матча, но даже этого не хватило, чтобы избежать нулевой ничьи. Для текстильщика получился хороший результат. Все-таки мы смогли зацепить одну очко, которая в будущем может оказаться золотым для выхода в золотую группу. До конца первенства осталось всего три тура. За квартет сильнейших сегодня борются семь команд с абсолютно равными шансами летом оказаться в другом, более сильном турнире. У текстильщика все еще вполне может получиться. Все-таки, наверное, в два часа дня играть в такое уже практически летнее время, это, наверное, не очень хороший такой вариант. Поэтому, ну, в принципе, все это и предопределило то, что было много борьбы. Скажем так, в первом тайме, наверное, мы больше владели мячом, во втором тайме больше давление было от остромы. Ну, к счастью, нужно поблагодарить ребят за работу, за то, что все-таки не проседали и там не дали много моментов создать, несмотря на все давление. Стороны, которая, в принципе, каждую игру агрессивно всегда играет в атаке, давит, много стандартов, то есть мы выдержали. Обычно тренер приходит не в легкую команду, потому что если уходит предыдущий тренер, значит, что-то идет не так, что-то не получается. Я доволен тем, что есть коллективом, который сложился, игроками. Понятно, что нам нужно усилиться летом, несколько позиций, но, в общем, игроки, которые есть, меня устраивают, и с ними можно работать. Я уверен, что мы прибавим во всех компонентах подальше. В Иванове состоялся турнир серии Open Wrestling, уже пятый по счету. В этот раз он был посвящен годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие традиционно прошло в атриуме Серебряного города. В нем участвовали борцы греко-римского стиля и самбисты. На открытии турнира выступил духовой оркестр 98-й воздушно-десантной дивизии, а воспитанник студии А+, Б, участник шоу «Голос дети» Макар Смыслов, исполнил гимн России. Поединки комментировали известные ивановские спортсмены и тренеры. За микрофоном были президент Федерации мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Сергей Вдовин и мастер спорта России и многократный чемпион мира по самбо, главный тренер сборной команды Ивановской области по самбо Андрей Володин. Они и другие комментаторы рассказали зрителям о тонкостях стилей борьбы, а также поведали множество интересных фактов о каждом виде спорта. В состязании приняло участие 10 пар бойцов, поровну от представителей греко-римского стиля и самбо. Участие в данном случае было действительно важнее победы. Спортивный праздник призван популяризовать борьбу среди детей и молодежи. Интернет-аферисты попытались обмануть жительницу Иванова. Преступники взломали телеграм-канал ее знакомой. От имени подруги попросили в долг небольшую денежную сумму. У меня пришло сообщение от моей знакомой. Она мне пишет в телеграме, привет, ты можешь мне помочь? Ну, в каком смысле помочь? Я говорю, конечно, что случилось? Она пишет, выручи меня, пожалуйста, до вечера. Переведи мне 8 тысяч на мою карту. Я говорю, конечно, переведу. Никаких сомнений о чуть было не ставшей жертвой аферы женщины не возникло. Дело житейское. Срочно нужны деньги. Не думая ни о чем плохом, она согласилась помочь. Вот она ей скидывает номер карты своей. А вот там написано МТС, указан номер карты. Я попыталась перевести по этому номеру. Сбербанка дает, что это мошенники. Я ей пишу, говорю, ничего не получается. Сбербанка откладывает операцию. Может, давай бы по номеру телефона переведу? Она мне пишет, нет, по номеру телефона не надо, потому что у меня карта новая, у меня проблемы с Сбербанком. У меня новая карта, я ее не успела привязать к телефону. Чуть было не ставшая жертвой обмана женщина упорно пыталась отправить деньги мошеннику. Она искренне верила, что финансовая помощь потребовалась ее знакомой. Предпринимала новые попытки перевода требуемой суммы, но потерпела неудачу. В этот момент озарение пришло внезапно. Тут я поняла, думаю, сейчас я позвоню этой своей знакомой. Я ей звоню, говорю, Марина, привет. Я говорю, у тебя что там, про какие-то проблемы? Я говорю, ты у меня денежные средства просишь в 8 тысяч. Она говорит, какие денежные средства? Мне ничего не надо. Я говорю, у тебя телеграмм взломали. Она говорит, через телеграмм, через всех знакомых просит у тебя денежные средства выслать до вечера. Женщина хорошо осведомлена о наличии такого вида преступлений, как дистанционное мошенничество. С интернет-эферистами она уже общалась, но никогда им не верила. Скажите, пожалуйста, вы раньше слышали про такие способы обмана? Слышала. Я никак не думала, что могут через телеграмм, когда они звонят на телефон, я сразу определяю, что это мошенники. У меня много раз они, раз в 10 или 15 же звонили. Со всех, какие только они звонят будут. Может, когда через телеграмм стали мне писать. Тут, конечно, я сначала удивилась, говорю, Марина, она никогда у меня ничего не просила вообще. Подозрительно. Мне бы сразу надо было позвонить ей. Я позвонила, она трубку просто не брала. Галина сохранила свои деньги, дистанционные преступники остались ни с чем. От нее чуть было не обманувшегося человека. Всем нам дельный совет. Прежде чем что-то сделать, нужно 10 раз подумать и все тщательно перепроверить. Прежде чем чего-то переводить, позвоните обязательно этому человеку и спросите. Действительно у человека есть проблемы? Действительно он просит эти денежные средства? Не переводите сразу, потому что можете остаться просто без денег. Наш День урожая признан лучшим торговым фестивалем страны. В Минпромторге подвели итоги ежегодного конкурса «Торговля России». Ивановская ярмарка, посвященная завершению сельскохозяйственного сезона, проводится в парке Степаново областного центра в сентябре. Здесь можно ознакомиться с уникальными гастрономическими брендами, народными промыслами и ремеслами разных уголков Ивановского края, приобрести дары осени, продукцию фермеров и предприятий. А садоводы-огородники продают здесь излишки своего урожая. Отметим, всего в этом году на конкурс Минпромторга было направлено более 2000 заявок из всех регионов. Победители определили в 13 номинациях. Ивановские предприниматели не в первый раз отмечены в конкурсе «Торговля России». В прошлом году Сабинова стала победителем в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя». А еще годом ранее уличное кафе «Вафли» в кадре из Фурманова признали лучшим в номинации «Лучший объект фастфуда». До этого победителями конкурса становились проекты «Рождественская ярмарка» и «Продукты РИАД». В данный момент у нас действует так называемое внесудебное пранкротство для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которые имеют задолженность даже в 50 тысяч рублей. Такая возможность действительно имеется, и государством она реализована. На практике, к большому сожалению, работает она далеко не лучшим образом. Зачастую у граждан просто не принимают заявления в МФЦ, ввиду неправильного оформления документов, либо потому что они не подходят под требования. Требования для подачи заявлений в МФЦ крайне суровы. Они гораздо более жесткие, чем по закону о банкротстве для подачи заявлений в суд. Чем, скажем так, эта процедура интересна? Она бесплатна абсолютно для гражданина. Проходит она в течение полугода. В деле о банкротстве через МФЦ нет судебного процесса, не назначается арбитражный управляющий, и гражданину не нужен представитель, услуги которого, естественно, нужно оплачивать. Соответственно, да, такая процедура есть, и она набирает обороты. Но, тем не менее, к большому сожалению, вынужден констатировать тот факт, что огромному количеству граждан, которому эта процедура могла бы помочь, они просто не в силах за ней обратиться, потому что они не соответствуют требованиям. У них либо есть имущество, либо они не знают всех своих кредиторов. Такое бывает, когда люди берут денежные средства в большом количестве микрофинансовых организаций. Как правило, это делается для того, чтобы покрыть предыдущие кредиты. Но, к большому сожалению, не всегда есть такая возможность. Там дают маленькие деньги под очень большие проценты. В своей практике я встречал договора с количеством от тысячи и более процентов, которые гражданину необходимо выплачивать, плюс огромное количество страховок и комиссий, которые многократно превышают сумму, которую вы изначально взяли. Поэтому гражданин оказывается вот в этой ситуации, когда у него, по сути говоря, не остается выбора. Более того, у внесудебного банкротства есть один существенный минус. Во-первых, не должно быть имущества. У многих людей у нас нет имущества, кто идет на банкротство. Это, в принципе, не причина. Другой момент в том, что у гражданина должны быть закрыты все исполнительные производства, которые у него имеются у службы судебных приставов, именно по основанию недостаточности имущества. А зачастую они закрываются по невозможности его нахождения. И это исключает возможность подать заявление на банкротство внесудебное. Ввиду этого граждане обращаются в суд. И благо суд такие заявления принимает и удовлетворяет. То есть граждане банкротами все-таки признаются. Так или иначе гражданин заинтересован в том, чтобы реабилитироваться в глазах общества, снова начать официально работать без удержания денежных средств, иметь возможность приобретать имущество и жить, собственно говоря, как все нормальные люди, той жизнью, которой он жил до этого. По данным Федерального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за неделю с 20 по 26 мая в Ивановской области коронавирусная инфекция обнаружена у 57 человек. Это на 7 случаев больше, чем недели ранее. Госпитализировано 12 человек, выписаны 38 пациентов. Смертельных случаев не зафиксировано. Всего за все время пандемии в нашем регионе умер 3331 человек. В стране за прошедшую неделю заразились коронавирусом 12342 человека. Умерли за 7 дней в России 48 пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»!